Неправильный прикус не передается по наследству. Я детский ортодон Чернышева Юли, сейчас вам все расскажу. Развитие неправильного прикуса чаще всего связано с внешними факторами, такими как отсутствие носового дыхания, инфантильным типом глотания и вредными привычками. Посмотрите на эту модель, сейчас я вам покажу наглядно, что происходит с челюстью. С такой челюстью, как бы задвинутый назад, мы все рождаемся. В процессе роста организма нижняя челюсть растет и естественным путем должна занять переднее положение. Вот так. И верхняя челюсть растет и увеличивается в размерах. Но иногда этому естественному процессу мешают все те факторы, о которых мы сказали выше. И это вовсе не наследственность, а конкретные причины, которые мы сможем вместе с вами подробнее изучить и узнать, как от них избавиться в следующих видео.